приветствую вас уважаемые подписчики сегодня у нас тематический ролик это часто задаваемые вопросы по винтовке крюгер снайпер и все что с ней связано прежде чем мы начнем непосредственно по этим вопросам отвечать давайте я вам покажу что у нас в итоге получилось из нашего проекта за которым мы все наблюдали где было несколько частей и вот финальный штрих винтовка сейчас вот в таком варианте это был пап причем здесь удлиненный сейчас резервуар ствол вывешенный закреплен через пластиковую втулку прицел установлен на мостике причем выбрано такое положение что можно и со скелетного приклада стрелять и из был папа единственное что вот меня здесь немножко напрягает это гашеточный спуск то есть спусковой крючок здесь не нажимается он перемещается вдоль он на спице находится там регулировка регулировочная пружина есть усилия спуска можно и свободный ход можно варьировать но я думаю владелец сам уже настроит как ему удобно я такой сделал усредненный вариант со ступенькой ложа с резиновым тыльником тыльник не регулируемый антабки установлены то есть такой охотничий вариант вот такой от вариант крепления сошки они крепятся на резервуаре и не мешают абсолютно то есть можно легко их снять также здесь вот с трех сторон установлен можно фонарики все что угодно поставить прицел при этом скорее всего будет в одном и том же положении двигаться он никуда не будет на прицел мы установили уровень по просьбе заказчика его отлично видно когда целишься то есть вот такая установка уровня когда нет кольца параллакса она оправдана все очень удобно фиксировать то есть стреляете двумя открытыми глазами то уровень тот можно проецировать прямо на картинку предложен нам навыки в целом проект у нас завершён то есть осталось только упаковка и отправка с мастером положим мы связались и хотим на проект шестерку тоже поставить что-то типа такого ложа ну теперь давайте непосредственно к вопросам так можно ли заказать винтовку снайпер с вашими настройками в стоке да конечно можно это будет стоить вам кроме стоимости винтовки 500 рублей транспортные расходы и около 3000 настройка подготовка винтовки в принципе это стандартная цена на любые винтовки с нашей настройкой то есть если вы хотите без проблем сейчас мы цену подняли раньше было две с половиной тысячи сейчас три ну чтобы нам было интересно этим заниматься потому что слишком часто стали спрашивать про крюгерку ну то есть как посоветовали чтобы отсечь подняли немножко цену посмотрим зависимости от спроса будем подымать еще потому что продукт массовый желающих очень много а физических возможностей не всегда не совпадают с нашими желаниями так что да стоковую винтовку пожалуйста несколько штук уже получили те кто получили можете кстати отписаться под этим роликом устраивает вас настройка не устраивает второй вопрос сколько стоит перествол ну понятное дело что вы наблюдаете за всем этим и часто пишите хотим такую же винтовку как в ролике собственно для этого ролик это конечно снимается все очень просто стоимость винтовки стоимость бланка причем бланк вы можете сами купить какой угодно и прислать работы по стволу 6000 рублей сюда включено все и токаркой полировка фаски перепуски доводка 3000 рублей настройка и отстрел и три банки пуль нам понадобится для того чтобы подготовить этот стволик можете принципе либо пульками либо деньгами то есть по эквиваленту считаю что это достаточно демократичные цены но чтобы и вам это было интересно и нам тоже третье можете ли вы построить спортивную винтовку на базе снайпера можем будет ли это сильно дешевле чем построить спортивную винтовку на базе от армана или или егеря нет это не будет сильно дешевле максимум на что вы что вы мы сколько вы сможете сэкономить это 10 15 тысяч ну если это для вас серьезные деньги прямо вот так вот вы уперлись то ради бога ну то есть вы можете купить тот же егерь или атаман отправить его к нам то же самое мы с ним сделаем за те же самые деньги у крюгерки есть один существенный минус это вот эта наклонная труба симпульс ударника здесь немножко под углом и сам ударник он достаточно массивный и тяжелый если вы устроить винтовку для бр-25 хотите то стоит наверное другую базу взять авармент винтовку бр винтовку для f пневматик для силуэтной стрельбы для стрельбы волпошных соревнований запросто и вполне успешно ребята стреляют с этих винтовок так что вот в принципе такой расклад по срокам по срокам это примерно два месяца будет то есть момент того как все компоненты придут к нам и мы начнем с ними работу а стоимость какая будет в целом то чтобы ты сразу ориентировались потому что думают а снайпер стоит 24000 там стволик 15 в итоге за 40 тысяч мы получаем спортивную винтовку нет ничего подобного во первых за 24000 продается прямоточная винтовка для того чтобы стреляла на спорт нужен редуктор как минимум плюс вот эти все кольца мостики с модератором надо работать это все дополнительные деньги то есть в среднем база будет стоить со всеми мостиками со всеми кольцами от 35 до 38 тысяч стволик примерно 25 анатомическая ложа от 7 до 30 тысяч на зависимости от мастера и примерно 10 тысяч за работу возьмем вы получите стреляющую субминутную субминутной группы винтовку на 50 метров и менее полутора муана 100 метров на открытом воздухе субминуту на 100 метров гарантировать не могу в тире наверное эти винтовки будут стрелять субминуту но у нас нет тира что проверить на открытом воздухе пожалуйста поэтому думайте сами но я бы рекомендовал все-таки спорт винтовку строить на базе егеря или атамана нас на сегодняшний день лучше базы пока не придумали то есть по сути без разницы что идет в базу все стоимость по работам будет одна и та же четвертый вопрос штатный редуктор федора есть нарекания особенно по вкладному насчет вкладного да вот мы только начали с ними работать раньше не было опыта то есть в основном были проставочные проставочные у него пошли когда дюзовые они в принципе неплохо работают по про то вот этим вкладным редуктором пока отрицательных отзывов нет и вот с этой винтовкой меня тоже перед отправкой попросил человек потому что она достаточно долго и на стрелу не уже ну около банки пуль точно есть поэтому проверил скорость все вроде бы нормально ну посмотрим понаблюдаем но в любой момент вы можете поставить редуктор от ханса принципе все спортсмены ну не все большинство спортсменов кто строит винтовки какой-либо базе они выбирают редукторы от ханса что принципе я вам тоже советую сделать если уж совсем заморачиваться пятый вопрос шестерка на базе снайпера она по ней будет видео прямо вот засыпали вопросами по шестерке показал да будет видео подробно все но и не вижу что там прям какие-то эксклюзивные моменты единственно при заказе у федора нужно указывать что вы будете строить именно шестерку он сразу же комплектует досылателем нужным и пас под барабан здесь другой то есть он должен быть специальным также задняя пробка потроха но мы не заказывали у нас есть свои а также надо будет все это учитывать и соответственно сумма будет другая за заказ плюс надо трубу подлиннее поставить редуктор с увеличенным за редукторным объемом можно проставочные сделать ну то есть все это дело увидите ну и соответственно сертификатов не будет на данный калибр пока шестой вопрос какой модератор поставить да вы знаете любой производитель массы сюда встает все что угодно принципе штатные модераторы тоже работают вот посмотрим как на шестерке будет работать если удовлетворит нас такая работа твоего оставим если нет значит тоже будем менять седьмой вопрос если я вытащу боёк из винтовки это будет считаться что винтовка не подлежит экспертизе разобранная винтовка боёк где-то в кармане винтовка подлежит экспертизе именно в таком виде как ее изъяли то есть если вы вытащите но не боёк ударник имеется ввиду и положить его в карман ну соответственно винтовка будет деактивирована если в таком виде у вас сизымут но в таком виде будут проводить экспертизу то есть принципе по сути такая же ситуация как и с винтовкой лесник девочку вытащили этот под поджим с пружиной ударника убрали оттуда восьмой вопрос добрый день интересно увидеть разницу в стрельбе с барабана и с лотка у меня с барабана нет пулю же избе один может 1175 может эти пули мягкие барабанных подминает но смотрите записала для вас естественно такой отстрел я пристрелил оптику не самому было интересно какая кучность винтовки получилось а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...